Доброе утро. Полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на пресечение различных видов дорожных происшествий. На одном из рейдов побывал Артур Мхце. Кинолог и его четвероногий напарник проверяют остановленные автоинспекторами транспортно-наличие взрывчатых веществ. Безопасность участников дорожного движения превыше всего. Даже если кому-то производителей или их пассажиров что-то не нравится в работе стражей порядка. Черкесские сотрудники полиции на регулярной основе проводят такие рейдовые мероприятия. Тем более, что направлений для проверок немало, да и статистика того требует. У нас сейчас рост дорожно-транспортных происшествий, именно касающийся детского дорожно-транспортного травматизма, у нас зарегистрировано только за август месяц текущий, да, уже сегодня у нас по сегодняшнее число у нас семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало семь детей. Это очень серьёзная цифра, чтобы было понятно для сравнения. За первые пять месяцев 2024 года у нас всего было семь, то есть за пять месяцев. А тут у нас получается меньше, чем за месяц у нас уже семь детишек получили ранения различной степени тяжести в ДТП. Причин для подобной неутешительной статистики немало. В первую очередь нарушение водителями проезда перекрёстков скоростного режима. Чаще вина лежит на взрослых. Некоторые дают несовершеннолетним самим управлять транспортным средством или вместе с ними переходят проезжую часть в неположенном месте. Нынешняя профилактическая проверка полицейских направлена в первую очередь на информирование нарушителей о недопустимости необдуманных действий, которые могут привести к печальным последствиям. Если же говорить об общей статистике дорожных происшествий, то за первые семь месяцев на территории республики зарегистрированы 72 дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездом на пешеходов, в которых два человека погибли, ещё 34 получили ранения различной степени тяжести. Считаем, что подобного рода рейдовые мероприятия, которые проводятся нами, будут способствовать тому, что таких вот происшествий неприятных у нас будет в республике насколько можно меньше. Ну, в частности, если мы берём город Черкес. Если каждый из нас, каждый взрослый, каждый родитель, брат, сестра старшая, да, каждый будет начинать себя и своим личным примером будет показывать детям, как правильно, вот элементарно возьмём, да, правила пересечения проезжей части, если будет показывать, как правильно через дорогу переходить, то есть остановившись, посмотрев налево, посмотрев направо, убедившись, что транспорт пропускает, или же его на данном участке автодороги нет, только в этом случае, если человек будет переходить, естественно, ребёнок уже это будет видеть и будет считать это за правильный переход, да, и, соответственно, в дальнейшем будет уже этому примеру следовать. Полицейские наставительно рекомендуют и водителям, и пешеходам относиться уважительно ко всем участникам дорожного движения, в первую очередь следовать букве закона, а не личным интересам, к примеру, не парковать свой транспорт на зебре, мешая пешим людям ею воспользоваться, тогда и у автоинспекторов к ним будет куда меньше претензий. Артур Мкцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Далее прогноз погоды в 9 часов, смотрите Вести на карачаевском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза в отдельных районах сильный, ветер восточный 6-11 метров в секунду, днём будут порывы до 14, температура ночью 13-18, в горах до плюс 12, днём 24-29 градусов тепла и местами до плюс 21. В южных районах высокая пожароопасность. В Черкесии кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 6-11 метров в секунду, днём будут порывы до 14, температура ночью 16-18, днём 27-29 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова